Здравствуйте, уважаемые друзья! Очередной мой поход по магазинам моих друзей закончился вот такой удачной покупкой. И я решил для вас на скорую руку изготовить сухую мушку, которая и паденку, и веснянку напоминает практически любую. Цвета попались мне немножко разные и довольно-таки подходящие под изготовление сухих мушек. Я закрепил сложенное пополам, вот так вот, колечком, пучочек волокна, и закрепил такой же пучок хвостиком вперед. Теперь нам необходимо с вами место возле крыла закрыть даббингом CDC и закрепить перо. Промажем немножко нашим клеем. Если у вас нет даббинга вот такого CDC, можно использовать практически перо или же даббинг, если у вас имеется, для сухих мушек. Он сам по себе уже плавучий. Делаем даббинговую веревочку и аккуратно теперь закрываем место крепления нашего крыла, потому что туда мы уже с вами не доберемся. Это собирательный образ практически только лишь для того, что можно изготавливать из разных материалов. Я решил ее вам показать. Перышко я подготовил, ну, не совсем, как я вам говорил, уже у меня недостаток перьев, но более-менее подходящее для нашей будущей мушки. Закрепили перо и выполним буквально то количество, сколько у нас войдет до плотными-плотными витками, сколько у нас получится до нашего хвостика. Закрепим теперь здесь перо и промажем немножко нить клеем, сделаем завершающий узел и нашу ниточку мы переведем в другое место. Отрезали и сразу переводим ее за даббингом, который мы с вами крепили. Теперь нам необходимо с вами слегка подровнять кончики и аккуратно попасть между нашими разделенными крылышками. Вот так. Подровняем перо, крылышко, вот так будет достаточно. Остатки мы потом с вами еще подрежем, пока сюда не возвращаемся. И теперь закрепим здесь остатки нашего полипропиленного волокна. Я закрепил вот так хвостик, развел его ниткой и в качестве сегментации вот такой плоский блестящий люрекс. Можете использовать любой элемент для украшения. И беру теперь следующего оттенка эту пряжу, волокно, с которой мы будем изготавливать с вами уже тело. не отрезаю ни грамма. Я беру, стараюсь уложить вот так по всей длине, немножко не доходя до крылышек. И вот такими большими шагами я укладываю. мы закрепили материал и теперь нам необходимо не отрезая ничего, вот так прокручивать его, чтобы создать веревочку. И с помощью этой веревочки нам изготовить необходимо тело. как всегда мы берем совсем немножко, проматываем, следим за тем, чтобы мы не подмяли наши уже выставленные хвостики. вот так. как и начало немного легче, ничего эффекта. вот так, как всегда. И как еще мы? 8. 1. Ганди. 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 Вот так. Ганди. 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 теперь мы берем когда прихватили здесь уже немножко наши у нашего хвостика уже не прокручиваем а стараемся уже вот так прядью создать небольшую конусность утолщение к месту крепления наших крылышек дошлись отрезать закрепляем окончательно наш материал теперь остатки удаляем закончили обмотку люрексом промотал я немножко дабингом грудку вот так разрезали крылышки и как вы видите вот такая вот обыкновенная паденочка готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч